В городе и сельских округах к работе почты продолжают накапливаться множество претензий. Не исчезают гигантские очереди, по-прежнему не хватает персонала. Устаревшая техника добавляет проблем. При этом руководство Анапского почтамта уверено, снизить социальную напряженность помогут дополнительные отделения. Но кто в них будет работать? И как почта будет содержать новые помещения, если в старых нет порядка? На встрече с исполняющим обязанности главы Анапы Юрием Поляковым Татьяна Гедуш называла цифру – 54 вакансии, что сделано за месяц хотя бы в этом направлении. На данный момент 37 вакансий у нас существует. Из этих 37 вакансий уже 9 согласованы и в процессе приема на работу. Также у нас помогают коллеги других почтам, которые направляются командированные сотрудники, пока мы не наберем полный штат. Юрия Полякова вновь не устраивает такая постановка вопроса. Проблемы почты гораздо глубже. И, по всей видимости, серьезность ситуации начальник Анапского почтамта недооценивает. В ближайшее время Юрий Федорович намерен встретиться с директором управления Федеральной почтовой связи Краснодарского края Еленой Бабак, чтобы лично обсудить самые злободневные вопросы. Это один из таких социальных объектов, понимаете, когда мнение потом о власти, о муниципалитете, о крае, обо всем. То есть это очень-очень ответственный участок. Вы говорите, вот 9 человек пришло устраиваться на работу. Ну и слава богу, что это так. Но тот, кто работает в курортной зоне, понимает. Они-то пришли, что? Потому что лето закончилось, да? Завтра опять будет у нас весна-лето, опять работать некому. Поэтому нужно об этом говорить. Общественников Юрий Поляков призвал сделать фотографии самых вопиющих нарушений в работе почты и передать их в совет. В целом, исполняющий обязанности главы Анапы отметил, общественный совет не номинальный институт. Власти он нужен активный и инициативный. В муниципальном образовании администрации сложно будет работать, если мы не будем знать мнение общественности. Особенно это касается и сельских территорий. Не всегда туда добираемся, не всегда знаем. Я очень благодарен вам. Спасибо вам большое.